Получи 50$ для игры в покер. Ссылка в описании. Какая новая игра. Я сейчас вкратце расскажу. Так. Сейчас 53. 51. В общем, я сейчас вкратце расскажу, что там было в этом, ну, в последней серии вам. В общем, там, в принципе, ничего. Ну, как, довольно много, конечно, было, но суть была такова, что нас, мы возвращаемся к пророку. Ну, пророк нас посылает снова к орку-магу. И орк-маг нам говорит, что тут, мол, такое дело. Громы поломали портал и утащили этот камень. Нужно бы сходить к порталу, найти там лагерь громов и забрать недостающий камень для того, чтобы починить портал. Вот. Собственно, это я и сделал. Сейчас я вам этот сам камушек покажу. Вот он, камень портала. Вот. Покажу задание. Вот, видите, отнести камень Гартариусу. То есть, собственно говоря, пророк нас отправляет Гартариусу. Гартариус дает задание. Все. Вот так вот просто. Да, вот это вот найти могущественный артефакт, который создал. Но это вы, по-моему, видели. Это нас кузнец попросил найти рунный камень орков. И вот так вот. Вот. Я думаю, мы его найдем. Так. Значит, тут у нас что? Я уж и не помню. Не помню. Просто я расстроился, когда... Кстати, сейчас посмотрю, идет ли сейчас запись. Так, все. Запись я проверил. Запись идет вроде бы нормально. Вот. Думаю, без ничего. А, ну и да. Мы в прошлой серии прочитали одну книжку. Вот. Ну, точнее, как еще один раздел, по-моему, книжки. Практическую часть заклинаний. Книги о заклинаниях. Так. Я уж и не помню, где я здесь был, а где я здесь не был. Так. Давайте посмотрим карту. Давайте посмотрим карту. Просто я расстроился, когда не записалась серия. И как бы не стал дальше уж играть. Вот. Портал в лагерь орков. Портал. А, вообще нам Гартариусу нужно, да. Слушайте. Через этот мост я уже ходил. Там ничего интересного. Мне интересно вот туда, в конец пройти. Посмотреть, что там. Хотя я, по-моему, там тоже был уже. То бишь, это мне надо в эту сторону бежать. Правильно я понял? Ну, в принципе, да. Отчасти правильно. Только тут прохода нет. Так, короче, надо выйти на дорожку. Веймо, тут есть выход на дорожку. Нет, нету. Нету, да. Видимо, это просто лагерь этих громов, которые я разгромил. И всё, тут больше нечего искать. Прохода тут дальше нету. Вот. Их тут было довольно-таки немного. Легко было их победить. Блин, ну это опять вот я прибежал к выходу, к этому мосту. Да, вот, конечно, в World's тяжеловато ориентироваться. Ну ладно, идём по вот этой дорожке, получается, которая вот у нас. По которой мы сейчас идём в одну сторону. Пойдём по ней теперь в другую сторону. Так, вот она поворачивает. Давайте посмотрим, что там. Я вот точно не помню. Но вот здесь я, по-моему, был. Да, здесь тоже были громы. Но. Травинку сыр. А вот тут уже не был. Так все удачно спиной стоят. Да, блин, ну совершай убийство. Что-то я ничего сейчас не понял. Почему? У меня не... Я не пойму, ну-ка. Настройки. Клавиатура. Я что, что-то перепутал? Переместиться вправо. Бег. Прыжок. Действие. Пробел. Выполнить действие. Пробел. Прыжок. Прыжок действия. Вот. Пробел. Выполнить действие. Давайте какую-нибудь кнопку С сюда забудим. Она вроде... Да, блин. С. Вот так вот. Принять изменения. О, кстати, тут все-таки можно изменить. Я нажимаю С, он бьет. То есть, видимо, его нельзя убить нам. Ну, окей. Да, блин. Что-то у меня вообще клавиатура как-то не работает. Он... Он не атакует. Блин, да что за хрень? А, ну так понятно, почему он не атакует. Короче, восстановить настройки по умолчанию и принять назад. Ах, ты ублюдок! Ах, ты ублюдок! Ах! 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 Ах, ты ублюдок! Блин, ну ударь-то его, а. Ха-ха, богато. О, сейчас пробел работает. Не понимаю я, почему я не мог... Почему я не мог убить его. Совсем не понимаю. Абсолютно. Вроде бы крался с ножом. Что-то даже никакого сундука нету, ничего не спрятано. Слушайте, а здесь много громов. Блин. Здесь очень много громов. Но меня вот те интересуют. Вот он спиной так стоит. Неужели я и их теперь не могу убивать. Скрыто. Вот этого получилось убить. Ха-ха! Видимо, был какой-то баг. Баг или глюк. Что-то такое. Потому что вот с этими все нормально. Так, две бомбы. Ладно, проще сделать так. Взять сразу все. Давайте вскроем замок. Одно очко навыков нам дали. Ух, как замечательно. Краситель. Ух ты, сердце портала. Это мы по-моему тоже нашли. Область воплощения. А, ну это как нас учили. Есть карты. Там разные. Вот, нужно воплощение. Это типа. По области или как. Вот, что-то там горит. А что это такое? Алтарь Азераэля. Увеличивает силу. Отлично. Так, вот я там вижу вышку, но мне никто не сидит. Вроде бы никто. Ух ты, тут лагерь уже разгромлен. А кто его разгромил? Хм, вопрос. Так, надо бы мне поразбирать вот эти вот предметы. Да, арсенал переполнен. Я понял. Я думаю, вот эти щиты. Щит мы точно носить не будем. Я, конечно, не знаю, зачем нам дерево, но они довольно-таки тяжелые. Вот еще колчаны стрел. Вот у нас какой. Они все одинаковые. А сколько весит колчан стрел? Тоже два. Поразбираем колчаны стрел. Пока особо оружие прокачивать не буду. Так, с чем я еще точно не буду ходить? Точно не буду ходить с вот такими вот топорами. То есть это сто процентов я не буду ходить с топорами. Нет, она же сказал тысяча процентов, что топор я никогда в жизни не возьму. Блин, отжаль не пишет цену. Сколько он стоит? Вот, как вот в других играх. То есть я, может быть, что-то дорогое сейчас разбираю. А, ну, непонятно. Так, ладно, разобрали уже достаточно. А ну-ка улучшить мы можем? О, тут как раз два дерева надо, чтобы улучшить лук. Да. Теперь четыре дерева надо, чтобы улучшить лук. Для улучшения навык работы с металлами нужен. Так. О, еще одну очку навыков. Слушайте, у нас так много очков навыков уже. Ну, немного, но целых три. Требуется четвертый уровень. Блин. Работа с камнями. Но я думаю, она нам тоже пригодится. Так, еще два навыка есть. Установление сил. Так, тут что у нас? Узлом замка. Смертельный удар надо все-таки прокачать. Прокачаем себе смертельный удар, чтобы мы могли с дальнего расстояния бить. Хотя особо я в этом смысла, честно говоря, не вижу. Ну, в том плане, что... Можно и так подкрасться близко. Но с другой стороны, может, это нам и пригодится. Ладно. Поскольку мы будем играть за ассасина... Все. Смотрите. Все. так я забыл вот так вот одну цель пометить так все надо переключаться в режим ночь а тут какие-то гром и блатные слушайте откуда ж мы это начнем то блин аж отсюда а я ела вот это очень плохо блин самого фактически начало серии да ладно давайте книжку прочитаем счете гром и что-то как-то резко стали такие так давайте об особенностях магии но вот я не помню читал ли я практику давайте прочту еще раз чтобы заклинание сработало оно должно состоять как минимум из одной карты воплощения и одной карты воздействия если вы хотите создавать собственное заклинание следуйте нашим рекомендациям откройте свой магический амулет выберите нужный элемент и карту и поместите ее в ячейку когда в ячейке будет хотя бы одна карта вы сможете добавить другие поверхи нее по своему желанию вы можете добавлять карты преобразования взамен карт воплощения или воздействия когда заклинание будет готова амулет начнет мерцать это значит что заклинание готово неверное заклинание нельзя закройте амулет теперь заклинание можно привязать к одной из кнопок управления во время произнесения заклинания будьте внимательны перед вами появится диск с магической энергией когда он заполнится вы можете колдовать если перерывать процесс раньше чем нужно заклинание не сработает время необходимое для колдовства зависит от количества использованных карт времени учтите что чем больше карт времени вы использовали тем больше времени уйдет на произнесение заклинания так сила самое главное то что вы можете соединить разные заклинания в цепочке в главе практика подробно рассказывалось о том как создать одиночное заклинание однако же может быть однако же она может быть тройным для такого заклинания сделать и следующее создайте первое действующее заклинание перейдите ко второму создайте следующий элемент заклинания следуя тем же правилам когда закончите закройте амулет придем простой пример вы создаете заклинание в котором первый элемент состоит из карт снаряда огня и урона а второй из карт области огня и урона такое заклинание выпустит огненный заряд в огненный круг наносящий дополнительный урон не трудно догадаться что это заклинание из двух элементов есть не что иное как знаменитый огненный шар в дальнейшем доступность карт воплощения зависит от тех что были использованы ранее учтите что для каждого заклинания существует лимит карт воплощения и он зависит от навыка заклинаний и наконец если вы создаете многоуровневое заклинание для его первого элемента не нужно использовать карту воздействия вот так вот ну в принципе понятно чего можно смешивать так ладно побежали значит сейчас побежали значит сейчас снова возьмем ну тут в принципе я думаю сейчас быстро полезно так полезная штука так я сейчас вот себе попробую вот у меня же есть очко на навыков да смертельный удар прокачать может теперь мне получится к нему подкрасться и убить его мне не получается приятно познакомиться так но эти гром и легкие слушайте а те меня прям запинали сразу прям прям вообще жесть то есть блин это мне опять я сразу разберу дерево нужно будет для луков поэтому щиты щиты мне не жалко щит я точно никогда не возьму наверно мы будем если будем чем-то махать то возможно чем-то двуручным какой-нибудь с кем-нибудь самурайским мечом если здесь такое есть но точно там никаким не папа ромда уручным то однозначно нет а я ведь вас предупреждал кого-то предупреждал в общем он кого-то предупреждал вот тут прикольно раз готов ляк отдохни да да два готов видимо не каждого противника можно убить незаметную как так это взяли это взяли так откроем замок этот сюжете а он не заперт оказался вот так насколько я помню мы сюда пробежали тут уезжали эти трупы а вот дальше то есть это как раз таки нас и убили это видимо там какие-то более сильные громы они убили этих обычных она того стоило они убили этих обычных и захватили их пещеру то есть может то даже не громы может то даже кто-то покруче вот я конечно не знаю так перегруз ну раз перегруз надо что-то разобрать например полчану стрельба да нет арсенал уже не переполнен с арсеналом уже все нормально так все теперь я вот игру сохраню тут на всякий случай так игра сохранена надо проверить поподробнее этот лагерь а ну ладно к тем в пещеру я не хочу идти хотя вот я вижу сундук сундук я взломаю блин а можно в тусу с другую сторону менять прикольно я не знал как грибочек тут лежит одну очку навыков получено так давайте как мы хотели еще смертельный удар себе вкачаем а я так так и вот теперь еще раз сохранить игру на ну да теперь запишем сохраненные данные так вот там по моему тоже где-то стоят грома и вот тут уже на всякий случай кратся начну даже вы все беретесь болен не получилось ладно попробуем с ними подраться ого ему урон даже не проходит а или проходит нет это походу обычные нормальные среднестатистические громы их можно побегать что я пока не пойму как контур атаки делать подлый приемчик у меня не работает и пробив блока не работает такая же здорово так короче мы теперь опять место нету арсенал переполнен блин все такое тяжелое так но щиты ладно один щита ставлю мне просто интересно сколько они стоят еще тут у меня мечи и еще куча которые можно разобрать уже они мне не нужны вот эти топоры тоже точно не будут пользоваться дубинки которые стопудов мне не нужны кстати сейчас надо все получать что мы можем так урон 6 урон 5 11 11 так вот эти вообще не кинжальчики тогда не нужны тоже поразбираю так теперь преобразованием сейчас мы улучшим свой кинжал еще улучшим навык работать металлами нужен так ладно не можем улучшить хорошо лучшим они не разобрать а преобразовать улучшим свой меч так чем мы тут еще можем улучшить давайте мирно улучшим свой лук еще можно нельзя так и наверно колчан стрел можно было улучшить давайте улучшим а а еще раз улучшим еще раз а еще если раз так это у меня вот этот колчан стрел а ну-ка если я достаю оружие вот это то то у меня какой колчан стрел одеваются ага самый сильный одеваются отлично замечательно самый сильный оделся так все теперь будем чаще сохраняется только рот этому так это мы куда идем куда идем там идем а вот куда туда в конец то есть я вообще хотел посмотреть чего вот там вот там вот это получается я прошел вот так вот и пошел сюда ну ладно давайте посмотрим чего здесь да тоже же ведь интересно мы кстати можем оком полететь посмотреть чего там тут сидит какой-то то ли орк то ли кто-то и это спуск к воде слушайте ну давайте попробуем его сейчас убить сука примитивный замок так я уже прям профессионал по взлому примитивных замков вообще не сложно это мне дается так взяли надо быть почаще сука стрелять слушайте он в доспехах и он нас так ударил довольно серьезно он посмотрите на наш блин это такой был гром серьезный ну правда у него ничего не было такого ну все равно все равно так чё тут огонь только лишь тут бочка ничего тут на море будет чего то тут наверное ничего не будет так пришли мы к морю ничего не нашли интересно в этой игре плавать можно ух ты похоже можно ой там что-то холодно то и пущу рыба на рыбу тут водить можно всякие склады блин игра классная красивая такая так ладно думаю на этом этот выпуск мы закончим большое спасибо что посмотрели подписывайтесь на канал получайте удовольствие от жизни с вами был шашлык